Адаптироваться в России, познакомиться с законами страны и нормами поведения иммигрантам теперь помогут специальные памятки на родном языке. Первую партию сегодня вручили в Нижневартовске представителям диаспоры Таджикистана. В пособии собраны все данные, куда можно обратиться по вопросам регистрации трудоустройства и также за медицинской помощью. Насколько востребована эта информация, узнавала Ольга Даукшис. Часто это город Нижневартовск касается, это Рыково тоже. Студент Айад Бабазада живет в Югре не так давно, всего два года. Но за это время успел адаптироваться к новой обстановке, смог поступить в политехнический колледж на специальность электромонтер. Об истории Нижневартовска знает пока немного. Говорит, благодаря памятке на родном для него таджикском языке ближе познакомиться с культурными и образовательными центрами города. Языковой барьер уже практически преодолел. Переград тяжелую, потом научили. Спасибо ребятам, что помогли нам учиться. Сейчас отлично говорили и пишут им. В последние три года тенденция поменялась. В Югру едут не только с целью трудоустройства, но и за среднеспециальным и высшим образованием. Все ответы на проблемы, с которыми на первых порах сталкиваются мигранты, регистрация возможности бесплатной юридической и медицинской помощи, информацию с координатами центра занятости, общественных организаций. Авторы этого пособия постарались уместить в одной небольшой, но полезной брошюре. Перевели ее на национальный язык. 200 экземпляров – тираж небольшой, но востребованный у представителей диаспоры Таджикистана. В этом памятке написаны те нормы, которые должны приехать, например, в Российской Федерации, соблюдать правила проживания в городе Нижневартовске, где можно перевести документы, где можно себя узаконить, регистрацию своего узнал узаконить. Югра – регион социально благополучный, а потому по-прежнему привлекательный для жителей ближнего зарубежья. Нижневартовские работы с мигрантами давно отлажены. Но это не значит, что не надо развиваться дальше. Печать этого правового издания – лишь часть муниципальной программы по противодействию терроризму и экстремизму. Те, кто прибывают, соответственно, с ними необходимо проводить работу, потому что уже нет изучения русского языка в сопредельных государствах. На первом этапе они на своем родном языке, но они уже получают первичную информацию, как им необходимо себя вести, куда можно обратиться, где получить помощь. Шито все, это руками. Это все прошито руками. А с детьми мигрантов из Таджикистана работает Мухаббат Кимсанова, отвечает за социокультурную адаптацию посредством национального танцевального и музыкального искусств. Параллельно помогает землякам освоить русский язык и литературу. Она – автор памятки и теперь рассказывает на очереди подготовка издания для узбекской диаспоры. Ольга Дакши, Снарфан Абеев, Вести Югория, Нижневартовск.